Сегодня означается День белорусского кино. В Гомеле до его промерковали премьерный показ документально-гульнявой стушки национальной киностудии «Беларусьфильм» «Спадшина». С историей и сущностью отчинной киноиндустрии ознайомились наши корреспонденты. Свою профессийное свято белорусские кинематографисты отримали 17 снежня 1996 года, когда был подписан на ответный указ президента. Дата, обранная не выпадкова, 17 снежня 1924 года, вышла постанова Совета народных комиссаров об киновы творчестве в БССР. А первая белорусская мастацкая стушка была створена в 1926 году. Это был фильм «Лясная быль» Юрия Тарыча. Усяго за час иснования республиканской киноиндустрии знята з выше 500 мастацких, негальки тысяч документальных и коляста мультипликационных фильмов. До свято в Гомеле промерковали показ фильма «Спадшина», жанр якого вызначили як документально-гульнявы. Документально-игровой – это докудрама с постановочными эпизодами и реконструкциями. Воссоздание истории. История – уходящая натура. И чтобы что-то воссоздать, какие-то сцены, запомнить историю, вот создаются постановочные сцены. Это докудрама. А белорусской киноиндустрии шмат хтос гемельшан может разважать практически с профессийной кропки-гледжения. Удельники военно-историчного клубного объединения «Гонормундира» часто задымаются у оченных стужках, присвеченных военной тематаци. Керауник объединения Владимир Колот у кадры працует 19 годов. Кажет, что для белорусов фильмы про войну еще долго будут актуальными. Именно военные фильмы у нас долгое время, достаточно и в советском кино еще СССР, и сейчас, в нынешнее время, они в достаточно приоритетном направлении находились. Потому что действительно было очень много, что можно было рассказать про подвиг непосредственно наших людей, белорусов, особенно в час периода войны. Урожистая частка мероприемства, присвеченного Дню белорусского кино, проходит в наистарейшей Украине кинозале. И она была побудована еще в эпоху «Нямога кино» в 1911 годе. У таким интерьерах история кино успремается особливо зацикавлена. Але только успоминами справа не обмежавалася. На свято принято урушать подарунки и узнагороды. На этот раз яны от областного и городского выканавчих комитетов, Министерства культуры, городских администраций. Працовники унитарного предприемства «Гомельки на видеопрокат» займаются саправдой корыстной справой. Пришим, кали мерковать по планах вытворцев белорусских стужек, работы у них хопить яше не на одно десятигодзе. Востребованы, в общем-то, жанры любые, которые, самое главное, чтобы они были нескучные. И я хочу сказать, что белорусское кино поступательно, верно двигается в правильном направлении, потому что кино все больше и больше становится востребованным. Как и производство государственной киностудии, и производство частной студии, мы в равной степени предоставляем нашим зрителям возможность познакомиться со всеми киноновинками Беларуси.